Что мы предлагаем? B2B-платформа Lung Boy предлагает нам на базе... Так, чтобы не было слышно. Предлагает нам 2000 квадратных метров под постоянную выставку продуктов питания на третьем этаже. И вместе с нами открыть российский ресторан, который мы впоследствии посмотрим. Плюс ко всему маленький мини-маркет, в котором можно будет купить в розничном диабазоне продуктов питания. Ну и также возможность захода на китайские сетевые магазины. Это B2B-сегмент, в котором мы плотно предлагаем вам всем поработать. Слуги нашей компании. Это онлайн-торговля. Площадка предоставляет возможность работы с Alibaba, JT и крупными интернет-микантами, с которыми они помогут провести встречи, переговоры и профильно представить компанию на интернете. Он в китайском интернете, в рынке и в сегменте, который всем, я так думаю, будет очень интересен. Мы предлагаем сотрудничество с потенциальным партнером в Китае. Это оптовые сети, магазины, это средний и мелкий опт. Это представление всех возможных русских продуктов питания, производств, которых Китай на данный момент очень сильно интересует. На данном слайде представлены еще и наши стратегические партнеры Белоруссия и Казахстан, которые также активно заходят на Китай. У Казахстана это получается намного лучше. Белоруссия, вы тоже прекрасно знаете, есть аналоговые центры. Поэтому Российская Федерация сейчас представляет огромную возможность именно прийти и занять эту нишу на территории Фуджоу, на территории Фудзина. И мы в рамках ассоциации хотели бы выполнять этот функционал вместе. Здесь краткая справочка по поводу территориального места расположения площадки. Это город Фудзин. Он находится недалеко от Шанхая. Дальше будет Гуанчжоу, Шанхай, напротив находится Тайвань. Чтобы примерно понимали логистические условия города, позволяет принимать как морские, ЖД, самолеты и прочие логистические услуги. На данной фотографии отображается план первого этажа. Если кратко позволить, я объясню, что там будет единый вход, через который мы будем проходить. Естественно, на первом этаже сразу же русский ресторан, чтобы можно было попробовать продукты, посмотреть, с чем придется в дальнейшем столкнуться. Это как потенциальные партнеры, покупатели продуктов питания, так и простые обыватели. Потому что публика питает недостаточно известные продукты, с которыми придется столкнуться. Они должны их попробовать и в первую очередь понять, что они их покупают. На третьем этаже сейчас нам отведена площадка 2000 квадратных метров. Впоследствии эту платформу можно будет расширить. Она простоганная. И мы предлагаем нашим партнерам принять участие и активно ее заполнять. Приглашаем всех отправить продукты питания, отправить грузы, примерно свои образцы, выставочные экспонаты, для возможности сразу контейнера, чтобы мы начали работать и презентовали вас уже в битвом сегменте, предлагали эти продукты конкретным поставщикам, оптовикам и сетевым магазинам. Также хотелось бы упомянуть, что проблема со складом на данный момент уже решена. То есть в Китае мы приехали в январе месяце, 8 числа, посмотрели, объект был сдан. Там есть огромный склад под хранение как холодной, так и уже готовой продукции, размером в миллион квадратных метров. Он будет расширяться. В первую очередь объекта уже сдана. И мы приглашаем всех размещать свою продукцию и не волноваться, что она будет храниться, неизвестно где она будет храниться, в этом же особоэкономическом регионе, особоэкономической зоне, в включении в провинции Фуджоу. Здесь еще раз дублируется и показывается то самое, что мы предлагаем вам как партнерам, это глобальная торговля. Мы не сегментируем рынок только на Китае, мы предлагаем работать со всем футиньем. А футинь, как я уже упомянул, это международная площадка, это миллионы футиньцев, находящиеся на других материках, континентах и в других совершенно городах, которые впоследствии, привыкнув и увидев вашу продукцию, сможет импортировать ее и к себе. Это, возможно, Америка, это, возможно, Европа, это другие государства, с которыми мы также предлагаем партнерство и международное сотрудничество. Мы были на открытии самого экспортного центра и с 1 по 8 января находились на оперативной работе, общались с производителями, общались с поставщиками. Мы предлагали им продукты питания, которые уже были представлены на выставке, которая проходила в ноябре месяце. С нами приехало 40 предпринимателей, 20 компаний. Они посмотрели саму платформу, они пообщались с теми же самыми интересантами на свою продукцию. И мы оставили образцы и экспортные варианты той продукции, которые они хотели бы презентовать. Мы приглашаем всех еще раз разместиться и выставить свою продукцию там, чтобы мы увеличили наш целевой сегмент, увеличили ассортимент и, соответственно, предлагали как можно больше продуктов, потому что выбор должен быть у каждого автовика. Мы предлагаем нашим партнерам бесплатную выставочную площадку. Мы предлагаем нашим партнерам, членам ассоциации, бесплатный склад. Естественно, у нас будет небольшая ставка на коммунальные услуги, но по всем остальным вопросам и конкретике условий мы сможем пообщаться с вами лично. Эту информацию мы уже подготовили и готовы сегодня вечером уже каждому из вас передать. Также мы предложаем крупные компании к активному сотрудничеству, регистрации своих фирм на территории площадки. Мы можем предоставить как юридические адреса, так и сами мощности, чтобы размещались там не только в качестве маленького экспортного центра, а также представительства, отправляем своих представителей. Мы поможем в организации, мы организуем жилье и точно так же поможем активно принимать участие в переговорах и поездках, в дальнейшем, как у Кита. Здесь указаны наши контактные данные, и если кого-то заинтересовала данная презентация и работа в этом сегменте, прошу любить и жаловать, я готов поделиться визитками информации. Спасибо! Спасибо!